Самое основное место, которое читается сегодня по всему люку земли, во всех церквях Иисуса Христа, это написано в книге Деяния, 2 глава с 1 стиха. Здесь описывается суть праздника, который мы сегодня празднуем, что произошло 2000 лет тому назад. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. И наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнили все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал и говорящих его наречием, и все изумлялись и дивились, говоря между собой. Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медиане и ламиты, и жители Месопотамии, иудеи и Каппадоки, Понты и Асии, Фриги и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Керинеи, и пришедшие из Рима и иудеи и празелиты. Критяне и иравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А они, и насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, встав с одиннадцатью, возвысив голос свой, возгласил им, Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сиеда, будет вам известно, и внимайтесь к словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это и есть предреченное пророком Иаилем. И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь мои в те дни залью от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе верху, и знамение на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и вы сами знаете, сего по определенному совету и предвидению Божьего преданного вы взяли, и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесну меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твое уведетление. Ты дал мне познать путь жизни, и ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о прадце Давиде, что Он умер и погребен, и гроб Его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог склятву обещал Ему от плода чресл Его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле Его, Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен в десницу Божию, и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих, и так твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья. Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. И вам принадлежит обетование детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами Он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. И так охотно принявшись Слово, Его крестились и присоединились в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяя всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу веселья и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Аминь. Слава нашему Богу! Я хочу вас призвать к молитве. Может быть, сегодня, вы знаете, сейчас не происходит такого каждодневного излияния Святого Духа. По той простой причине, что... Другое место говорит о том, что Бог, Он излил в сердца наши любовь Духом Святым. Любовь Христа пролилась в сердца наши Духом Святым, говорит Священное Писание. И эта любовь, она сейчас в ваших сердцах. Она уже есть, она уже пролилась. И она живет в сердцах верных последователей Иисуса Христа уже на протяжении двух тысяч лет. И у христиан есть такая одна особенная черта. Это вот именно, знаете, любовь. Любовь Христа. И, вы знаете, эта любовь, она не имеет к человеческой любви никакого отношения. Она выше человеческой любви, как небо выше земли, так Бог, Божья любовь выше нашей любви. И эта любовь, она имеет такую отличительную черту. То, что мы простить не можем, Бог может простить в нас и через нас. Бог прощает какие-то опленые такие в нашем представлении непростительные грехи. Ну, вот в прошлом воскресенье у нас служил Али Дини, который в прошлом был убийца. Ну, просто это не было одно убийство. Это был, на самом деле, серийный убийца, который убил не два человека, как он рассказал. Если будете читать книгу, я прочитал уже где-то третью часть книги, то убийств на нем лежит множество, потому что он был солдатом на войне. И кто-то может сказать, ну, это мокрушник, убийца. Ну, в том плане, что он просто... Ну, как вообще его позволили в церкви проповедовать, да? Ну, и начали бы говорить какие-то такие нарицательные слова. Но я хочу сказать о том, что только в церкви Иисуса Христа вы увидите это. О том, что бывшие убийцы несут служение, бывшие проститутки, бывшие какие-то, ну, извращенцы, которые, на самом деле, ну, просто... Ну, которых земля не должна, по идее, носить, но Бог их простил. И Бог даже более говорит, что кому больше прощено, тот больше любит. Это любовь Христа. Мы этого понять не можем, но мы можем это отличить. По плодам написано, знаете их. Если вы видите христиан, которые прощают, там, где невозможно прощать, значит, это настоящие христиане. Давайте будем стремиться вот именно к этому. Быть христианами, которые любят. Я верю в то, что наша церковь, она пойдет по этому пути, в плане того, что мы будем в основном заниматься, да, конечно, исцеление, конечно, знамение Бог будет сопровождать, но наше служение, оно будет именно такое социальное, да, то есть это детские дома, это кормить нищих, это посещать тюрмы. Я благодарю за то, что Бог когда-то послал Ивадора Ковачева, пастыря в Софии, в тюрьму, и через него уверовал такой, ну, матерый убийца, и стал на сегодняшний день пастырем, у которого на сегодняшний день четыре церкви в Софийском регионе. Слава Богу. А так бы продолжал бы дальше убивать, чем бы все это закончилось, да, а сегодня он служит Богу. Скажи аминь. Потому что это все только Бог может делать. Мы, люди, это не можем делать. Но Бог спасает невероятным образом и прощает непростительные грехи. Для того, чтобы потом сказать, иди не греши больше, да, и делай Божьи дела. Давайте мы сегодня встанем, потому что у нас сегодня праздничный день, потому что у нас сегодня в наших сердцах владычествует любовь Иисуса Христа. По крайней мере, Богу бы очень хотелось, чтобы Его любовь владычествовала. Спасибо тебе, дорогой Господь. Я верю в то, что великий праздник сегодня у тех, кто позволили когда-то, кто открыл свое сердце для твоей Божьей любви, чтобы она пролилась. Великий праздник сегодня у тех, кто хранят совершенный мир в Господе Иисусе Христе и приняли этот мир лично от Иисуса, как откровение. Великий праздник сегодня у тех, кто имеет совершенную радость, просто приняв это как откровение, как дар лично от Иисуса Христа, и эту радость уже никто не сможет и никогда отнять. Великая радость. Великий праздник сегодня у тех, кто идут, несмотря ни на что, след в след за нашим Господом Иисусом Христом. Я благодарю вас за то, что у нас небольшая церковь, но церковь верных последователей, потому что в последние времена люди будут слушать учителей, которые бы льстили бы слуху. И где-то, может быть, очень много народу собирается сегодня, но слушают они уже не то. Слушают они приятные вещи для себя, что вот будет так и так, что люди, которые верят в Иисус Христа, будут богатыми, будут счастливыми, никогда не будут болеть. И вот это как капканы какие-то, Господь, Отче, Аллилуйя, Отец, которые расставлены. Но мы знаем, Господь, Отче, Аллилуйя, Отец, Асана, Слава Тебе, что у Тебе также есть и сегодня и боль, и скорбь. И Ты сказал своим ученикам, что в этом мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, ибо Я победил этот мир. Претерпевший до конца спасется, Господь, Аллилуйя, Отец. Я верю в то, что когда Твоя радость, она вошла в сердце, когда Твоя любовь пролилась, уже никто не сможет нас отлучить от любви Божьего Христа Иисусе. Ни смерть, как написано, ни нагота, ни богатство, ни мамоны, ни болезни, ни ангелы, ни силы, ни дьявол, ни ад не смогут нас отлучить от любви Божьего Христа Иисусе. Потому что Твоя любовь, она невероятна. Спасибо Тебе, Господь, когда-то Ты приобрел всех нас. Дай нам, Господь, достигать Тебя, как Ты нас когда-то достиг. Спасибо Тебе, дорогой Иисус. Аллилуйя, Отец. Мы еще и еще раз поклоняемся Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. И народ Божий скажет Аминь. Давайте мы прославим нашего Господа. Аминь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok